здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такой вот прекраснейший узор для вот такого вот свитер фотку мне прислала подписчица просила мастер-класс по джембер крайнем случае узор поэтому у меня крайние случаи делаем узор но если вдруг вызовет бешеный интерес сам свитер 50000 просмотров 5000 лайков и я пойму что он зависит от вас 9 сегодня девчонки у нас узору такой прекрасной объемной косы и так для вязания узора мы берем две основные свет спицы и одну дополнительную можно использовать 2 дополнительные но я считаю удобнее с одной части на всю покажу для начала я набираю для образца 40 петель 40 теперь первый ряд значит первый ряд у нас распределение значит сама коса у нас состоит из 14 петель то есть 6 петель одна полоса 6 петель 2 и 2 петли между ними то есть 14 всего баба по бокам будет 10 петель лицевой глади чтобы косу было хорошо видно так кромочная 10 лицевых далее 2 изнаночные следующие 6 лицевых уже мы вяжем нашу косу 3 4 5 6 2 изнаночные которые у нас находятся в центре косы и теперь у нас 6 петель жемчужного узора его мы вяжем 1 лицевая 1 изнаночная лицевая 2 3 4 5 6 петель далее снова изнаночные 2 изнаночные вот видите везде между вот этими полосами у нас расположены 2 изнаночные и далее 10 лицевых петель это просто для видения картины и кромочная теперь вот эти я уже не буду как бы комментировать здесь но в лицевом ряду их вяжем лицевыми изнаночном ряду 10 изнаночных по краям я буду комментировать только косу что хочу сказать как бы пока я вязала вот первый образец я пришла к такому выводу если вязать тут свитер который мы взяли я взяла за образец все вязание вот вся деталь у нас делится на как бы два сектора 66 и 2 между ними вот то есть у нас два числа задействовано я сейчас оставляю без внимания вот эти вот 10 петель это сюда не входит имеется в виду вязание узора это я делала для того чтобы мне было удобнее вязать то есть 2 лицевые это наша в изнаночном ряду это 2 лицевые вот они все время идут на протяжении всего вязания вот эти вот лицевые петли в изнаночном ряду изнаночные в лицевом ряду то есть 2 далее у нас идет 6 после двух у нас всегда идет 6 здесь у нас будет видно жемчужный узор значит мы вяжем там где была лицевая изнаночная там где узелок изнаночная вяжем лицевой то есть наоборот 6 петель всего так 1 2 3 4 5 6 значит после 6 у нас идет 2 2 петли 2 лицевые далее снова 6 но в этот раз у нас 6 изнаночных то есть лицевая гладь косы и после 6 у нас идет 2 1 2 2 лицевые изнаночный ряд вот она далее лицевая гладь которую я не комментирую положим что здесь у нас следующая коса что касается шахматного расположения это я все сейчас по ходу вам объясню далее следующий лицевой ряд вяжем по узору по узору это значит нас если лицевые то лицевые если изнаночные то изнаночные если с жемчужный узор то жемчужный узор наоборот пошел узор 2 изнаночные следующие у нас 6 смотрим лицевые значит 6 лицевых далее 2 изнаночные далее жемчужный узор 6 петель но наоборот 1 2 3 4 5 6 и снова 2 изнаночные то есть узор у нас идет смотрите 2 6 2 6 2 6 2 6 2 и так далее если мы говорим о свитере сейчас же я показываю одну косу поэтому вот так вот эти 26 я как бы для себя взяла в уме чтобы не запутаться и чтобы не использовать маркер изнаночный ряд тоже по узору все у нас свяжется по узору кроме жемчужного узора он в каждом ряду везде идет как бы наоборот то есть по узору это у нас получается вот наоборот была лицевая стала изнаночная и продолжаем таким вот образом вязать 10 рядов так вот смотрим провязала я 10 рядов видите девчонки далее уже вам будет проще она 2626 она уже видно уже вам будет намного проще поначалу она сложно когда узор еще не видит сейчас мы будем делать переброс для этого нам нужно будет вспомогательная спица так провязывая вот эти две изнаночные далее на вспомогательную спицу я снимаю вот эти 6 петель и две петли которые между ними изнаночные и оставляю за работой узор у нас остается тот же который мы вязали то есть если здесь у меня жемчужной я вяжу по узору 6 петель этого узора далее у меня идет 2 изнаночные теперь вот теперь мне нужно вернуть на основную спицу вот эти вот 2 изнаночные которые у нас находятся между этими полосами и вернуть их вязание то есть опять же они у нас будут разделять эти две полосы по 6 петель я их провязала и теперь провязываю вот эти 6 петель лицевой гладью со вспомогательной спицы 1 2 3 4 5 6 все далее продолжаем по узору снова вязать я перебросы вот здесь вот делала через 40 ряду в каждом 40 то есть через 39 рядов видите получилось вот такая коса такая длинная по сути такая как свитере там они такие объемные длинные косы после влажной тепловой обработки это все будет очень красиво выглядеть то есть сейчас я вижу по узору продолжаю если вы хотите косу меньше то делайте вяжите не 40 рядов допустим 30 или 20 это уже на ваше усмотрение здесь вы можете корректировать на свое усмотрение и вязать и определить свою высоту косы какая вам больше нравится для для этого достаточно связать образец несколькими как бы вариантами переброса косы и определить для себя какая вам больше нравится вообще вот здесь вот неудачно выбранные нитки вот на этих вот здесь у меня в два сложения мохер и обычная акриловая пряжа здесь она будет выглядеть красивее сейчас я провяжу по узору вы увидите так вот мои 6 петель лицевой глади изнаночными петлями 2 лицевые это изнаночный ряд видите и далее жемчужный узор мы снова здесь меняем местами лицевая изнаночная то есть наоборот узор наоборот и продолжаем по узору вязать дальше так смотрим девчонки в оригинале здесь у нас между вот этим над перебросами 27 рядов то есть всего 28 рядов то есть через 27 в 28 мы делаем вот этот вот переброс что это значит это значит что если мы вяжем свитер то мы через 14 видите в шахматном порядке то есть у нас будут перебросы в свитере через 14 рядов в шахматном порядке здесь же у нас одна коса поэтому мы делаем переброс в двадцать восьмом ряду через 27 после то есть каждый переброс до каждая коса у нас соответственно 28 рядов но мы их вот так вот перебрасываем шахматном порядке потому что у нас они полностью вся деталь будет из косы так сейчас еще раз покажу эту косу коса у нас все перебрасывается вот эта левая часть на про поверх правой в эту сторону всегда где бы ни было косой как бы она не располагалась переброс у нас везде одинаков вот поэтому все делаем точно так же снимаем на дополнительную спицу оставляем за работа здесь вы уже не не попутаете там слева направо справа налево все очень просто все в одну сторону вот вяжу вот эти изнаночные и потом петли с вспомогательной спицы по узору и таким образом продолжаем если хотим свитер то ставим лайк делимся видео набираем 5000 лайков и 50 тысяч просмотра и я сразу же заказываю пряжу и начинаю вязать мастер-класс все зависит от вас девчоночки то есть по лайками по просмотрам я пойму насколько это нужно и по комментариям соответственно все девчонки далее мы продолжаем таким вот образом вязать это уже я считаю понятно а я всего на сегодня с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока